Это то, к чему мы шли 4 месяца. Дырка, прощай. Вот это, это то, что осталось от вот этой запчасти. Я вижу сейчас зарождение реальной легенды. Нам пришлось выйти с Женей на эксклюзив. Охренеть! Посмотри на моё, ой, днище. Это старый двигатель, сварённый сгущёнкой ватной. Сейчас. Ребята, наконец-таки долгожданная 4-я серия возрождения нашей легенды. Бумера Е38. И в этой серии вы узнаете, с какими проблемами я столкнулась, когда мы установили кузов-накантователь. Во сколько мне встал полноценный ремонт кузова. Запустится ли контракт на двигатель спустя 15 лет простоя. И главный вопрос на повестке дня. Как забрать конкретно этот Бумер Е38 себе? Какие условия розыгрыша? Поехали! Ну что, пошёл процесс сварки, правильно? Да, порезали больше, чем хотели. Левую часть привели в порядок. Здесь всё заварено, сделано уже прочно. Коррозия убрана. Остались у нас торцы, но это чуть позже будем делать, потому что кузов надо перевернуть в другое положение, потому что неудобно там варить. Пришлось порезать полы больше, чем хотелось, потому что здесь просто труха, вариться было не к чему. Изготавливаем вот такие детали сами, чтобы, соответственно, потом всё это сделать красиво, чтобы всё было прочно, хорошо. Ползапасного колеса решили менять, потому что он когда-то выпадет, потому что очень трухляво. Сегодня после обеда поедем вырезать с японского кузова ползапасного колеса, недостающие элементы, которые нам нужны спереди, куски брызговиков, где крепятся у нас кронштейны бампера. Плюс будем вырезать вот эту часть с хорошего кузова, чтобы здесь сделать всё по-новому, чтобы всё было красиво, как положено. Так что приведём кузов в идеальное состояние. Я правильно понимаю, что по процессу, пока вы начали всё вырезать, оказалось, что ещё хуже, чем когда это вырезали? Совершенно верно. Когда начали резать, начали варить, металл горит и просто-напросто вариться не к чему. И те моменты, которые совсем трухлявые, мы вырезаем, удаляем вообще, чтобы уже поставить на место пороги. Вот эти вот все переварили после белорусских мастеров, то есть поставили заново, заново проварили везде, для того, чтобы всё это держалось и ходило долгое время. Сняли их не очень красивые поддомкратники, которые они варили, вот такого образца. Будем сейчас думать, как там сделать так, чтобы было красиво. Вплоть до того, что, скорее всего, будем ставить оригинальные, которые должны быть, потому что есть возможность туда это всё поставить. По порогам, ну, то, что они были плохо проварены точками, по-русски сказать, ну, образно там насрано, да. Вот мы счищали всё старое, грубо говоря, заново переваривали, чтобы всё это нормально держалось. Всё сделали сплошным швом, то есть дали кузову прочности посильнее. Ну, вот было вот такого плана. А стало вот так. Стало вот так, да. Здесь из всех поддомкратников вот этот самый плачевный. Ну, либо, скорее всего, был удар здесь, он не просто сгнил, а там просто совсем круха. Придётся переваривать, делать, чтобы поддомкратник выполнял свои функции. Потому что с таким поддомкратником поднял машину на подъемник, ну, порог помылся. На разборе напилим то, что нам надо для этого кузова, чтобы он стал идеальный. Дальше будем доваривать. Как только доварим, уже начнём готовить днище кузова к покраске, к обработке, к антикоррозину, ко всему, чтобы после нашего ремонта машина проходила ещё долгое время. Чтобы не было таких же болячек, вот которые здесь вот были стандартные. Брызговики, коврики везде, полы гнилые. То есть всё обработаем, вплоть до того, что закроем защитным покрытием, чтобы всё это держалось. Продолжение следует... А теперь отличёмся от реабилитации нашей семёрки и переместимся в Дубай ради интересного сюжета. Сейчас будет очень интересная рубрика. Я вам покажу топ-5 автомобилей, на которых ездит дубайский шейхер. Первая тачка – это гелик. Причём не просто гелик, а 800-й Бравус. Ставим сейчас, как он звучит. Такой басистый звук прикольный. Звучит неплохо. Но ещё меня здесь очень радует салон. Это какой-то нереальный цвет, которого просто нет в природе, но смогли его вот так перешить. Причём здесь и карбо, и звёздное небо. Причём звёздное небо вперемешку ещё с люком. Это первая популярность и машина, на которой здесь ездят шейхи. Причём они обычно всегда гелик прокачивают. То есть обычный гелик, он здесь не в почёте. Вторая тачка – это новый рейндж-ровер в самой максимальной комплектации автобиографии. Тут он стоит, кстати, чуть дешевле, чем в России. И это тоже обожаемая машина шейхов. Они любят рейндж-ровер. Этого у них не отобрать. Причём мне очень нравится, что у этих рейнджиков такие ручки западлоб. Сливаются с кузовом. Посмотрим, как он выглядит изнутри. Ну, кстати, он выглядит попроще, чем этот гелик Браблус. Поспокойнее, всё-таки для спокойных шейхов. Что мне нравится – это камера заднего вида, которая отображается у нас в зеркале заднего вида. Что, заведём? Вроде как 5 литров в 8. Не, ну что-то он, конечно, себя представляет, да. Очень спокойная. Да, здесь она обновлённая. И я думаю, что многие тащатся с заднего ряда, потому что здесь он такой прокачанный. А что ещё интересно – арабы не любят ездить с водителем. Поэтому для них преимущественно интересен тюнинг именно для себя, для водительской части, не для задних пассажиров. С водителем катаются только жёны с детьми, а вот они сами любят баранку покрутить. Вот такая у них автокультура. Следующая тачка, которую просто обожают шейхи – это Nissan Patrol. Я не знаю, почему. Наверное, потому что она суперпроходимая и для них суперудобная. Кстати, ещё интересный факт. Специально для Эмиратов изготавливаются такие новые Nissan Patrol старого образца, потому что именно вот этот модельный ряд, он самый любимый у них. А это новый у нас. Стоит примерно 92 тысячи долларов за Nissan Patrol. Как вам такая цифра? У нас даже дверь в целлофане. Упаковывая прям как для пустыни. Это самая жирная комплектация. Такие машины всё чаще-чаще можно замечать на дорогах Москвы. Залезаем, посмотрим. Сразу продувается, слышишь, да, такое? И, кстати, интересный факт про местных эскортников. Местные эскортницы настолько прошарены, нам как раз рассказывали местные гиды, что если девушка видит около отеля стоящий Nissan Patrol и Ferrari, она всегда подойдёт познакомиться с мужчиной, который сидит в Nissan Patrol, потому что он, вероятнее всего, какой-нибудь шейф. Следующая тачка – это BMW 7 обновлённого модельного ряда. Да, она узкоглазая, но то, что у неё творится внутри... Покажу вам переднюю часть автомобиля, интерьер его, перед самым вкусным десертом, то есть задней частью автомобиля. Да, здесь очень всё красиво. Карбоном, вот эту вот панель, как уже в AX мы её видели. Крусталь, кстати, они теперь начали везде его добавлять. Ещё мне сказали, почему она стала узкоглазой, потому что львиная доля этих тачек подаётся в Китай. И китайцам, конечно, приятно, чтобы машина немного походила на них. А дальше сейчас моя непостановочная реакция на заднюю часть автомобиля. Вы это тоже видите? Это реальная плазма перед глазами у тебя в машине. Ты прикинь, плойку поставить сюда и играть. И ты прикинь, это всё управляется вот с этого экранчика. Да, конечно, уже кучу блогеров сделали обзор на эту машину. Я просто вижу это своими глазами сейчас и не представляю, что это новая семёрка. Это круче, чем S-класс, я считаю. Посмотри, какая красивая карбоновая вот такая вот вставка. Причём она ещё, как я понимаю, с какой-то металлической проволокой вставкой. Это очень стильно выглядит. Потом смотри, какой здесь подлокотник. Смотри, смотри. Заряжает, заряжает, видишь? Количество Type-C зарядок на один квадратный сантиметр эта машина зашкаливает. И что ещё интересно, эта плазма имеет камеру. То есть ты можешь ехать и общаться по файлообменнику. Каким файлообменником ты пользуешься? Конечно же, скайпом. По скайпу, по зуму. То есть эта машина, реальный кабинет на колёсах. Очень круто, я прям в восторге. Так, ну что, мы передвигаемся к самой крутой комплектации рейндж-ровера. Это рейндж-ровер Rolls-Royce. И у него, причём, посмотрите, какой классный салон. Салон напоминает цвет Brabus. Да, эти машины, конечно же, чтятся у шейхов. Они их обожают. Это очень крутой автомобиль на каждый день. Причём у него ещё тонированные, смотрите, какие красивые пары. Чуть-чуть. Вот так вот, всё под стилёк. Все же знают вот это вот ленин, которое не просто как бы нарисовано кисточкой, а делается специальное углубление в ЛКП в кузове, чтобы она вот так вот ложилась. То есть она рельефная. Такая опция стоит 300 тысяч рублей. Но когда ты покупаешься Rolls-Royce, а точнее рейндж-ровер в такой топовой комплектации, для тебя 300 тысяч рублей – это ни о чём. Окей, we are going inside. Кнопка старт-стоп находится тоже с левой стороны, как у Бентли. Людь под цвет салона. Вау, да. Не, ну это жир, конечно. Заводим. Халинон. Вот это реальный алмаз. Ещё такая красивая пресс-форма на коже. Я не буду вам говорить, какие-то фишки в Rolls-Royce. Я думаю, вы знаете всё и получше меня. Но здесь он стоит в районе тридцатки миллионов рублей. Вот и заканчивается наша рубрика топ-5 автомобилей, на которых растекают шейхи по Дубаю. И я думаю, ребят, для вас не новость, что здесь машины стоят намного дешевле, чем в России. Поэтому многие возят машины из Эмирата в Россию. И с этим вам, кстати, могут помочь ребята из АвтоАйк. Фарид – представитель дубайского филиала прямо здесь, во всей красе. Расскажем ребятам про плюшку, которую вы можете дать им. Да, конечно. Если вы заказываете машину, вы можете оплатить всего 20% от стоимости при заключении договора, а потом остальные 80%, когда вы получите машину прямо перед вашим домом, стоящим с документами, с ключами, со всеми наворотами. Прикиньте, это очень удобно, и ребятам можно доверять. Вы сколько лет на рынке уже? Мы уже 15 лет на рынке, и у нас есть филиалы в России, в Армении и в Эмиратах. Без вопросов, ребят. Тут все понятно. Все контакты в описании. Можете смело обращаться. Если бы у меня были деньги, я бы у них заказала Калинан, но пока денег на Калинан нет, поэтому не заказываю. Но мы будем ждать. Хорошо. Зеленых светофоров, ровных дорог, а мы возвращаемся обратно в видос. У нас какие-то катаклизмы, аномальные магнитные бури в нашем сервисе. Захожу я тут и вижу, что для меня пацаны подготовили целых два бассейна. Потом я поняла, что это, наверное, не бассейн. Это, наверное, что-то с нашего зада, нашей семерки. И у нее не хватает сейчас половины жопы, да? Ну, отчасти, да. Какие сейчас процессы с ней происходят? Замена полузапасного колеса, так как в итоге мы решили его заменить, чтобы запаска не потерялась по дороге, потому что он очень трухлявый. После того, как мы его, скажем так, отпискоструили, да, везде видно очень сильную гниль. Здесь вот такие вот дырявые моменты, то есть практически насквозь. Ну, еще чуть-чуть бы, и она бы просто-напросто где-то потерялась. Это пол, который мы выпилили в баварском гараже. Выпилили с хорошего кузова японского, которое без гнили. Бэушная новая запчасть для этой машины. Я помните, говорила, что Япония – это какой-то инкубатор. Япония является огромным инкубатором. Какие-то супер, типа, переделок и супердонор. Вот доказательства опять этого. Пойдет полузапасного колеса сзади. Часть задней панели, которая была сгнившая в труху, если помнишь. Вот это – это то, что осталось от вот этой запчасти. Представляете? Просто труха. Там, где куски прям ты руками выковыривала. Пойдем приложим. Да, мне очень интересно собирать машину как конструктор. В Лего есть специальная карта от частей, куда ты должен все пифа. Вот. О, как хорошо встал. Ой, какое наслаждение я только что получила. Как это все красиво встает. Ой, как хорошо. Просто идеально. И здесь, соответственно, будет ниша запасного колеса. Красиво практически, как на заводе. На самом деле, я вижу сейчас зарождение реальной легенды. Она станет с пуза на ноги. Это очень прикольно наблюдать за вот этим процессом. Это, знаете, она сначала была гусеницей. Она потом свернулась в кокон. Кокон это вот это вот помещение. Ты такой волшебник, кудесник с ней там поиграл. И потом он обращается в бабочку. И все, и замечательно. О, офигеть. Просто как блестит эта сталь. Здесь вот, если помнишь, в момент, который был невоскресший, сейчас лежит заготовка. То здесь уже будет идеально. О, пояснице. Боже, оп, появилась. Вот так. Кронштейн, педали газа, новый, которая просто отвалилась. Это что, та самая легендарная дырка? Через которую делала фотографии? Нет, вот она, вот здесь была. Но я думала, что это вот это, а вы на она? Нет, это вот это она, да. Дырка, прощай. Мы с тобой были так дружны. Пойдемте, я покажу вам с той стороны, что мы выпилили, выбросили. Так, смотрим. Вот это был, вот так вот. Серьезно? Вот это было родное. Тут вот труха. Крепилась педаль газа, вот куски. Ну, слушайте, это очень уверенная конструкция. В принципе, можно было бы нажать один раз на педаль газа и больше никогда его не нажимать. Теперь все это новое. Потихонечку она приобретает человеческий вид, да. Я вчера смотрела Максима Шелкова и его расследование про Е38, которая почему-то была перебита и не могла нормально встать на учет. И я заметила, когда он открывал крышку капота, что там очень много деталей от Бош. И я раньше думала, ну как раньше, ну года 4 или 5 назад думала, что Бош никакого отношения не имеет к машину, когда я еще не занималась тачками. А теперь я просто везде поголовно замечаю этот Бош. И в заду у нее там есть узлы, которые именуются Бошем и там, и там, и там. И то есть получается, Бош это компания, которая производит электрооборудование. Бош это не только пылесосы и утилит. А как вот импортозамечения в этом плане, как его случить? Вот уже никак. Бампер, кстати, появился передний, нашли наконец-то. Опа! А, кстати, да, да, да. Вот это? Да, вот он в достойном состоянии. Очень при чем. Смотри, какой ишь ты, какой хром. Вообще можно красить губы и не стесняйся. Замечательный. Просто замечательный бампер. Мне кажется, мне даже на шестерке не такой красивый бампер был. Привезли дверные карты под перетяжку. Вот печка новая. Радиатор печки надо менять, так как он забит эмульсией. Поэтому нам отдали просто, скажем так, по цене радиатора отдали печку целиком. То есть наша эта эмульсия преследует меня? Ну, она же везде. То есть представьте, в каких-то сервисах встречается какой-то недобросовестный человек, который делает свою работу не очень качественно и закручивает эти саморезы прям в трубку. Туда, куда не надо. В трубку антифриза, да? Совершенно верно. Один, знаете, такой черт один, который вот по всем сервисам бегает и именно вот это делает, чтобы эта машина больше никогда не ездила без обслуживания дополнительного. Короче, ребят, вкратце про обстановку. Обстановка у нас по кайфу. То есть сейчас делаем где-то 50% от всех работ машины. Но если мы говорим именно про пескоструй, то осталось где-то процентов 10, да, доделать? По днищу, да, процентов 10 осталось. Но байка у нас такая, что мы хотели, в принципе, всю машину доделать до Нового года. Но тут опять встал вопрос дилемма. Качество или скорость? И мы, конечно, всегда убираем качество. Поэтому машина, как вы видите, вообще не похожа на готовую. Она как минимум не стоит на колесах. У нее нет движка, коробки вообще ничего нет. Но, опять же, мы говорим про качество. Что самое интересное вот сейчас по этапам у нас прошло, если брать обобщенную? Установили днище, убрали всю коррозию, которая была. Заменим полузапасного колеса. По максимуму доведем так, чтобы завтра, в принципе, с днищем закончить вообще. То есть после этого этапа у нас идет цель поставить ее на колеса? Совершенно верно. То есть подготовка днища к покраске, обработка всякими химикатами, скажем так, чтобы она не ржавела. После этого будет покраска. Ну и, соответственно, сборка, установка шасси, колес, двигателя. То есть всего на месте. А в это время, пока БГТ-сервис занимается у нас всеми техническими моментами, мы отправим в салон, сейчас находится он там, мы отправим его в БГТ, но это уже дело за малым, потому что они сделают его там буквально за неделю. Ну и, конечно, не оставим без внимания наши любимые ремни безопасности, они должны быть тоже у нас в идеале. Такой небольшой small talk сейчас расскажу вам. Сижу я вечером с Димой, и он меня спрашивает о счет нашей семерки. Я просто постоянно говорю с ним о нашем бумере, потому что он видит, сколько мы вкладываем туда сил, сколько я езжу на Красную сосну, чтобы вы понимали, я живу вот тут, типа это где-то в районе там Ломоносского проспекта, а Красная сосна находится вот тут. То есть я постоянно катаюсь сюда-обратно и в день накатываю там под 200 километров из-за обстановки с бумером. И он видит эти старания и понимает, что мы реально впрягаемся в этот проект и реально заморочились. И такой, окей, а что вы будете с ним делать? Я говорю, ну мы будем его разыгрывать. Он такой, ага, понял. А у него-то кейсов много, когда он разыгрывал тач, и он знает, как это, какой это трудоемкий процесс. Эти автобусы нас наследуют с Питера, помнишь, когда он просто тоже каждые 30 минут ездил туда-сюда? Короче, он спросил меня, что мы будем дальше делать с этим бумером, а я вообще не понимала, зачем ему эта информация. И оказывается, ребят, он такой, я, короче, себе, ну, бумер хочу, походу буду, типа, участвовать в розыгрыше и вообще хочу забрать машину после того, как вы ее доделываете. И то есть я такая вся вкладываю свою энергию, деньги, там, душу, время в эту машину. И Дима такой, ну, я, знаете, такой, с пилочкой стоит, ну, я ее, я думаю, куплю. А я говорю, как ты ее купишь, типа, я же ее не продаю. Я ее куплю у того, кто ее выиграет. И я такая, классно, ну, сколько купишь? А знаешь, сколько она сейчас уже мне стоит? Может, ты у меня сразу ее купишь? Нет, не хочешь? Короче, это байка о том, что Дима тоже хочет эту машину, и теперь все хотят эту машину. И я уже хочу эту машину, чтобы просто взять, выехать, короче, на автобан где-нибудь в Германии и просто ехать с no speed limit, и это просто. И чтобы все немцы смотрели на меня и такие, господи, она откуда выехала, где она нашла машину времени? Дайте нам, пожалуйста, вот это вот назад в будущее. Вот буквально неделю назад я была в полной прострации и непонимании вообще, что происходит с нашим бумером, потому что деньги летели куда-то, я даже не понимала, куда. А сейчас я прям вижу, что из нее рождается. То есть из этого кокона зарождается настоящая бабочка, которая скоро вылетит и будет порхать. Порхать, как бабочка, а жарить, как пчела. Ну вот, заменили внутренние части кузова под домкратник. Был такой. Вот в этом месте он идет как бы волной внизу. Надо будет сейчас вот это убирать, делать, чтобы все было красиво. Сейчас будем наносить эпоксидный грунт. Прошло порядка около трех недель. Переварено все днище, приведено все в порядок, заменен полузапасного колеса, задняя панель. Все поврежденные детали, все элементы, которые надо было вырезать, удалить, выбросить, переварить, сделать новыми. То есть все сделано. Сейчас в данный момент, после того, как мы сняли его от хантователя кузова, сейчас вот мы вырезали, порезали все арки. То есть убрали коррозию здесь. Сняли для того, чтобы выставить красивые арки, чтобы было похоже все на завод, чтобы было красиво. Вот одна заготовка примерно. Это ремонтные арки, которые продают. Они оставляют желать лучшего, потому как они не совсем точной формы, которой нам надо. Нам надо дорабатывать их. Вот эта арка уже практически доработана, потому что вот видите, здесь вот эти вот изгибы, которых нет. То есть нам надо, чтобы все это стало четко и красиво. То есть чтобы повторяло все контуры, чтобы кузов был заводским. Сегодня арочки уже поставим и будем дальше обрабатывать. Тимур, давай поднимем подъемник. Ну вот днище, все обработано, днище как новое. Практически не видно даже следов замены полузапасного колеса. Менялась вот эта балка. Менялась вот эта балка. Шов идет здесь внутри, то есть он обработан, спрятан, чтобы его не было видно. Здесь и там внутри. Везде промазали герметиком, где положено. Здесь в принципе все обработано. Везде, где латки были, тут практически ничего не видно. То, что что-то где-то здесь менялось. Единственное, здесь вот есть следы. Это от того, что пороги до этого меняли. Мы их менять не стали, так как они хорошие. Мы просто облагородили немного, чтобы все это выглядело, скажем так, более красиво. Вот здесь был заменен кронштейн педали газа. Здесь везде были сплошные дыры. Здесь все сейчас уже обработано, все красиво. Спереди вот, пожалуйста. Ангелина фотографировалась через вот это место. Сейчас это все здесь прочно, надежно. Все ржавые места просто убраны. То есть днище сейчас в полном порядке. Мы обработали все антикоррозийными грунтами. После этого обработали антиграем, как в принципе обрабатывается на заводе. При нормальной эксплуатации, если следить и ухаживать за машиной, плюс если еще сделать антикор, ну я думаю, проходит долго еще. Машина у нас с 99-го года, да, 30 лет. Грубо говоря, 30 копейками. Ну еще, я надеюсь, что столько же проходит. Если ее целенаправленно не ушатывать. Подрамник. Состояние нового. То есть он сейчас приведен, отмыт, покрашен. Приводится сейчас в порядок подвеска. Все чистится, чтобы все было, соответственно, красиво. Что надо будет покрасить, покрасим. Что надо будет просто очистить, очистим, поставим на место. Я думаю, выглядеть автомобиль будет снизу практически как новый. Я не ожидал, что по времени очень сильно растянется и будет столько много коррозии. Потому что с виду кузов был более-менее живой. Не думали то, что правый домик под домкратник сгнил вообще. То есть в труху пришлось, как бы не вскрывая лишнего, мучиться через маленькие дырки, менять и восстанавливать. То, что заняло время уборка, это переделка, скажем так, тех работ, которые сделали до нас и немножко некачественно, некрасиво. Вот это вот самое занимает больше времени. Потому что не знаешь, как приварили, насколько приварили, где отрезать, чего отрезать. Ну и то, что началось, когда начали переваривать куски. Варим кусок, металл горит, то, что он тонкий, уже гниет. Увеличился просто объем ремонта днища, вот и все. В целом, я думаю, когда все соберется, будет идеально. Здесь вот сейчас снимем бампер, покажем заднюю панель, которая поменялась, стала как новая. И что было с ней. Ну вот, собственно, задняя панель. Если помните, здесь стоял фаркоп и были безумные дыры. Там, где все руками отрывалось. Сейчас все заводское, все отсверлено по заводским точкам, поставлено на место, все как положено. Ну что, ребят, место встречи изменить нельзя. И за те три недели, пока меня не было, поменялось много чего. Во-первых, сейчас машина уже не в диагональном положении. Она уже больше не нео. А это значит, что она изменила свой вид и стала приближенной, более приближенной к музейному виду. Это хорошие новости, но, как всегда, бывают и плохие новости. Короче, чтобы наш проект «Семерка» вообще состоялся, я вкладываю непомеренные бабки вот в эту машину. Даже в свою собственную машину столько денег я не вкладываю. Вот настолько я вас люблю, поэтому палец вверх. И комментарий с сердечком тоже, пожалуйста. Чтобы ее восстановить не в течение четырех лет, даже не двух лет, и даже не года, а в течение четырех-пяти месяцев, короче, до полугода, нам пришлось выйти с Женей на эксклюзив. Уже не сервис. Сервис БГТ. У него были до нас какие-то другие клиенты, причем постоянные клиенты, которые приезжали, внесли свои деньги. На эти деньги Женя прокармливал себя, семью, еще что-то откладывал. Ну, короче, жил полной, размеренной жизнью, а тут мы вклинились к нему с этой «семеркой», блин, и сели просто на голову. И говорим еще, сделай невозможное возможно. Сделай эту машину за меньше, чем полгода. Женя такой немножечко, но, как говорится, нет ничего невозможного для тупых людей. Они просто не видят стену, они проходят сквозь нее. Жене пришлось отказаться от своих постоянных клиентов, которые несли ему деньги в дом. И сказал нам откровенно. Слушайте, ребят, если вы хотите, чтобы я делала только вашу машину, то вводите мое положение. Давайте договоримся с вами о какой-то сдельной оплате, покуда эта машина делается у меня. Женя тоже участник этого проекта. Он также догорит этим делом, как и мы все. Поэтому он не будет просить у меня зарплату выше просто, знаете, вот прожиточного минимума, которое нужно, чтобы он смог прожить на эту сумму, как и его семья. И то же самое Тимур. Нет, Тимур помощник. Женя, он работает на полной, как бы, зарплате, ставке, все окей. И еще, как бы, это помещение, которое тоже, для него денежку нужно отдавать постоянно. Короче, все это выросло в сумму, буду говорить сейчас сумму, Коля, надо, чтобы еще кто-то ее вывел сюда прям в таком нормальном состоянии. 430 тысяч рублей плюс каждый месяц работы над семеркой, начиная с декабря месяца. Почему я об этом вам раньше не сказала? Ну, потому что мы договаривались с Женей. Мы пытались, как бы, выйти с друг другом на компромисс, но денежная мотивация, она должна всегда быть. Это понятное дело. Только я могу больше тратить какого-то идеи, энтузиазма и просто, зная, что, знаете, вот какой-то суммечный результат, если я его даже вдалеке вижу, я уже зажигаюсь, я уже иду. Давайте не о плохом, не о нытье. Это было не нытье, я просто делюсь с вами всеми аспектами нашей работы. Вы понимаете, насколько эта машина золотая теперь. Мы всеми силами пытаемся бросить вот эти наши усилия на фронт и сделать машину до хотя бы марта месяца. Да нет, ладно, до апреля, будем более реалистами. Ну что, идем смотреть классную машину, которую там они сделали. Хорошее предисловие было. Let's go. Ёшки мать. А что, она просилась в Рено? Сейчас будет мой второй день рождения? Да. Это то, к чему мы шли 4 месяца. Ну что, можно? Уже приехали? Нет. А сейчас можно? А теперь приехали? Да. Честно? Нет! Можно. Это ты сделала? Это ты? Вы своими руками это сделали? Охренеть! Просто! Это дико красиво. Это все так выглажено, чисто, кайфово. Можно руками это потрогать? Ребят, можете поверить своим глазам? Это тот результат, который я вижу своими глазами. И самое главное, это на таком контрасте с тем, что я видела в последний раз. Это просто нереально круто. Это та машина, которая проедет столько же, сколько она проехала до вот этой реставрации. И больше. Это же такое, похоже на антимодальное покрытие. Как гравинное покрытие. Но гравинное покрытие. И, блин, как оно распылялось. Просто я бы смотрела на это все вот так, с паением. И это лучший подарок на Новый год, реально. Ребята, это лучший подарок на Новый год. Просто. Это просто, знаешь, картинное полотно. Очень круто. Не, ну Ван Гог постарался, конечно. Я дико рада. Ребята, ну, вы видите, что наша семерка преображается. И я думаю, что вы радуетесь вместе со мной. Так покажите же это в комментариях. Я в таком шоке. Я просто понимаю, что мы сейчас делаем историю, и это очень круто. Ну, дырявых мест вообще нет. Всю коррозию, которая была под нищей, все убрали. Ты даже видишь, твоей дверки теперь нет. Даже следов не видно. Можно было как бы и оставить все-таки. Ну, как памятную дырку такую. Вот, можно другую сделать. А, вот. За баку пока нет. Пока, да. Можно сюда это все поставить. Но выглядит все очень вкусно. Я, причем, давно не видела настолько красивое днище машины. Вот, красивое подъемочное пространство. Какие этапы работы сейчас будут производиться? Сейчас следующий этап. Закончим с арками, и мы ставим машину на ход. То есть мы будем устанавливать двигатель, подвеску, чтобы машина завелась и ездила. А дальше уже работать с кузовом по внешней части. Внутрянку, считай, мы все сделали. Сначала ставим движок и все остальное, потом отливаем. Сейчас ставим, да, сейчас ставим бак, подрамник. Жопу всю, собираем всю подвеску, потом ставим двигатель, переднюю подвеску. Все это запускаем, мотор заработает, и тогда уже все продолжаем дальше делать. Пришло время предложить свою помощь, я считаю. Короче, я хочу записаться в ряды пионеров и, ну, помочь чем-то, чтобы ускорить процесс. Хочу внести свою лепту в эту машину своими руками. Значит, мы тебя позовем в тот момент, когда надо будет шпаклевать арки, шкурить. Мы тебя вызовем, приедешь и будем делать. Подведем промежуточную черту знаменателя. Замер мощности у нас так все есть. Двигатель и навесное, это мы проверили, купили. Подвеска, замена, да-да-да, это все закуплено. Нет, тест замер машин нет. То есть мы должны были сразу все поставить, проверить, что работает. А, ты имеешь в виду двигатель, мы должны были поменять на новый, вместе с подвеской, навесным. Да, сразу проверить, что оно рабочее, и типа потом приступить. Но решили так не делать. Но это будет в конце, это логично делать в конце, когда машина просто готова, чтобы был виден результат. Шампур. Разборка кузова есть. Разборка салона тоже есть. Пескоструй есть уже, сварка в процессе, но это мы отмечаем. Как и подготовка к окраске сейчас у нас идет. И сама окраска. То есть мы фактически сейчас на середине пути. Думаю, на все остальное у нас еще две серии уйдет. Но однозначно все остальное будет быстрее. Да. А что если сейчас мне рассказать ребятам вообще о розыгрыше поподробнее? То мы говорим, что розыгрыш не розыгрыш, а тут все под вопросом стоит. Настал тот день и разверзлись небеса. И я думаю, после увиденного вы в 10 тысяч крат еще больше захотели эту малышку. Поэтому я отвечаю на ваш вопрос. Что по розыгрышу вообще? Какие условия? Что делать? Как вообще забрать эту малышку и увезти к себе в любую точку России и стран СНГ? Во-первых, хочу сказать сразу. Ваши предрассудки стереть ластиком. Это будет самый честный конкурс, который вы когда-либо видели. Во-первых, вы будете видеть все процессы проведения. Во-вторых, никаких подставных людей, никакого кумовства, никакой этой ереси не будет. Все будет, опять же, гиперчестно. И я буду лично следить за тем, как это все будет происходить. Какие условия? Вам нужно будет просто перейти по нижней ссылке, которая будет указана только на моем канале. Блондинка Драйве. Только на этом канале и только в описании к этому видео, не в комментариях, ребят. Никакой второй блондинки Драйв не может быть. Короче, переходя по этой ссылке, вы сможете приобрести маленькую частичку вот этой легенды за очень небольшие деньги. И главное, эта частичка будет с уникальным кодом, благодаря которому один из вас сможет забрать эту тачку себе. Что важно еще отметить? Что, опять же, никаких сторонних сайтов не может быть. Только мой канал, только описание видео. Все будет мега честно. И я знаю, что среди вас много читеров и любители, так скажем, найти свой карт-бланш. Поэтому для вас лайфхак, ребят. Можно купить большее количество уникальных кодов, то есть маленьких частичек этой машины, чтобы у вас вырос пропорциональный шанс на выигрыш этой машины. Так можно сделать. Но, кстати, отмечу, что никто из тех, кто участвовал в создании этой машины, никто из них не будет принимать участие в розыгрыше. Ни Женя, который роняет сейчас что-то, ни Тимур, ни Андрей Викторович, ни я, к сожалению, ни моих друзья, которых нет. То есть никто не будет принимать участие, кроме вас. Все в ваших руках, как говорится. Насчет уникальных кодиков. Их не обязательно покупать в неограниченное количество. Вы можете купить один уникальный код, то есть сичку машины, и у вас все равно будет шанс на победу. Мое дело вам подсказать. Ваше дело не воспользоваться этим советом. Можно переходить на сайт прямо сейчас, ознакомливаться с условиями поближе. Потому что, может быть, я слишком красива, вы смотрите только на меня, но вообще не определяете, что я говорю. Поэтому это тоже может быть. Переходите, читайте все условия. Вот. Коля. Блин, на самом деле, мне жалко с ней будет расставаться. Я вам это по-чесноку сейчас скажу. Но я буду следить за тем, чтобы все проходило честно. То есть я ее себе не заберу. Вы не переживайте. Ну так, может быть, поезжу иногда с победившим, кстати, человеком. Вот. И Женя такой. Короче, вот такие дела, ребят. Переходите. Добрый, будет удача с вами. А мы едем дальше. Многостающие детали глушителя. Также помогает Баварский город. Вот загрузили глушитель. Сейчас повезем назад к себе. Взяли все кронштейны нужные. Проходим антикоррозин. Так полностью дно никто не антикоррит. Мы антикорим дно полностью. Наносим второй слой антикоррозинного покрытия. Это уже запечатывающий, который не боится воздействия ческа и всего остального. И снова место встречи изменить нельзя, ребят. Я снова рядом с нашим бумером дорогим. И уже наблюдаю некие метаморфозы, которые меня очень сильно радуют. Брюшко нашей малышки становится уже более похоже на что-то, что должно скоро спуститься, встать на колеса и поехать. То есть это антикоррозинный антикорр, да? Это второй слой. Это чтобы вообще ни одна соль, ни один не взял. Чтобы ничего не пробило. Вот этот черный слой, он защищает от антигравийных воздействий. Камушки попадают и так далее. То есть они не пробьют это прокрытие. Дно полностью закрыто. То, чего не делают заводы никогда. То есть в принципе, вот сейчас становится очень актуальным вопрос ядерной войны. Это вот единственное, что, наверное, выживет. С таким-то слоем. Вот таким. Это выглядит вкусно. Это прям выглядит вот как шоколадный бисквит. А, тот самый бак, который вот там лежал, да? Который очень дико тяжелый. Теперь он уже стоит на месте. Он тоже, знаете, в каком идеале. Просто его отмывали они настолько. Я вчера смотрела правки, вносила в третью серию. И я вот там как раз наблюдается момент, как все снимается. Там все навесное, все колеса там. Короче, тачка готовится к пескострую, грубо говоря. И я наблюдала своими глазами вот различия того, что я сейчас вижу, и тогда то, что я видела. Какие там были провода, какая там была коррозия, сколько бы там было дырок, через которые можно было сфоткаться. И сейчас я вижу вот это и понимаю, что реальная работа проделана просто гигантская. А ты видела глушителя твоей машины? Моей? Я же на ней не катаюсь, понимаете? У меня нет ощущения, что на моем. Это от нее вот деталье. Офигеть! Это все вот как новое теперь. Это вы новое, я помню, купили? Это бэушные детали купленные. Но бэуш это не с нее. Нет, это не с нее. С нее в ужасном состоянии. Крыса построили свой дом. А вот это что? Это экран теплозащиты, который закрывает кардан. И потом под ним идет глушитель. Получается у нас это SpaceX Corporation? Нет, ты представляешь, они это отмыли. Подготавливаем глушитель к установке. Чистим все защиты. Наносим химию. После нанесения химии... Обратная сторона глушителя. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну да, выглядит прям новое. Вот редуктор. Такой маленький значочек BMW. Че, пацаны, все-таки потекли? Мне кажется, да. Не, ну лепота. Просто лепота. Ну что, рассказываем, ради чего я сейчас сюда приехала. И я приехала сюда не просто каким-то набегом-забегом. Здесь я останусь на ближайший день, чтобы помочь ребятам, насколько я могу это сделать, своими силами. Соответственно, чем больше рук, тем лучше и быстрее. Ну, значит, лучше я, конечно, не знаю, но быстрее работа, наверное, пойдет. Вот, самое главное мне сделать так, чтобы ребятам после меня не нужно было переделать. Поэтому я буду очень таким трудоголиком. И надеюсь, что на меня все получится. Поэтому поддержите меня лайком обязательно и хорошим комментарием. Хотя еще ничего хорошего не сделала, но нет, в смысле, не сделала. Запустила проект. Да, я запустила проект, между прочим, поэтому, короче, ставьте лайки, ребят, это всегда мотивирует. Ну что, теперь ты будешь сенсей, Женю сенсей. Что мы первым делом делаем? Переодевайся. Сейчас, давай, опять эту штуку, какую-то у нас было. Сначала Ангелина домашняя. Выберите своего персонажа. Сейчас Ангелина будет резко переодеваться. Ого! Ничего себе! Такое ощущение, как будто мы отправляемся в экспедицию в Чернобыль. Но нет, мы всего лишь навсего будем шкурить нашу малышку. Короче, Тимур мне сейчас будет объяснять, что делать. На самом деле, у меня зад появляется уже. Так, это у нас орбиталка, да. Надо будет замотать бампер, вот где блестит и где вот замотано уже. Берешь аккуратно, вот тут кнопка. Нажимаешь ее, вот, не сильно, можно слегка. И наносить. То есть, как бы она снимает верхний слой сам? Да, лак снимает. Значит, вот так. Надо держать с правой рукой детальки. Ну, какой легче, левый или правый? Мне надо левый. Работать левый. Да, аккуратно. Проводите, наверное. Можешь сжимать чуть-чуть. Прижимай, прижимай. Можешь с сжим em' Можешь сжимать cars. Проводите, наверное. Можешь сжим. Я отшкурила, получается, все вот эти вот фрагменты, но есть моменты, куда сама машинка не залезет. Нужно это делать, соответственно, вот такой наждачной бумагой. И сейчас мы будем аккуратно все это вручную делать. Я ухожу во вкус. Мне прям начинает нравиться. На самом деле очень успокаивает нервы. Я замотовала крышку багажника и дальше я уже передаю этот фрагмент ребятам, потому что требуется более жесткий скилл, потому что они будут сделать уже более грубой наждачкой. Я подготавливаю бампер к грунтовке. Сейчас я буду шкурить и эти фрагменты, которые остались глянцевыми. А все это делается для того, чтобы грунт не отслоился. На самом деле рука очень устает, что когда я работаю с машинкой, что наждачкой вручную, все равно туда-сюда повторяющиеся движения прям выматываю трубку очень сильно. Тут надо будет вот эти риски убрать аккуратно, чтобы все ровно и гладко. Нет, это шпаклевка. Окей. Это первый слой, как бы можешь просто тоже провести, разгладить и все, как бы. Хорошо. Потом будет еще раз наносить. То есть она должна быть инотонная такая? Ну да. Хорошо. Вон ее не видно почти. Понимаешь, какая она была изначально? Все, однородная. Теперь можно ее вот тут взять. Только бери снизу вверх или вверху снизу. Угу. Зигзагом так у меня. Мне надо вешать это. Короче, я не знаю, сколько я уже работаю, я не подсчитываю время, но это очень сложно. У меня реально болит все, у меня весь торс болит. Руки, спина. Это очень трудоемкий процесс. Ой, бери. Сейчас у нас промежуточный этап, я дошкурила крыло. И дальше будем на него носить шпаклю. Достаточно? Хорошо. Открывай, она подкрывается, и все. Вот один, две, и побольше. Правильно, мы будем наточить. Вот, вот, вот. Все. Угу. Готово. Все, let's go. Все. Отвердите. Вот только я хочу? Сверху-вниз. Угу. Вот тут вот так. Сейчас как в каком-то романтическом фильме. Три метра над уровнем неба. Да, когда он учит рисовать, типа, там, знаешь, между вами пробежала небольшая искра. Искра, да. Но это фильм про человеческую судьбу. Он про то, как бывает в жизни, поэтому бывает. Так, Поль, давайте свои фантазии там немного скрутишь, окей? Да, берешь, покрёшь. Дайте ему, что не холодное. Она может застыть. О, как идеально, да ладно. Все, она вообще зашкурит. Мне прям так маяться, надо так успокаивать. Итоги сегодняшнего дня. Я отшкурила передний бампер, крышку багажника, левое заднее крыло. И также нанесла пару раз шпаклю, начала понимать, что это такое, для чего это нужно. Ну и очень сильно постаралась. Для первого дня неплох. Вот такие дела, ребят. На улице уже стемнел, пока мы тут работали на нашей машинке, чтобы не были более эротичные булки, как сказал Женя. И я тоже прилагаю к ее булкам свои руки. На самом деле это очень занимательное занятие. И вообще процесс затягивает мега сильно. Но пора ехать домой, и в следующий день мы уже будем делать кое-что другое над кое-чем другим. Будем работать над сердцем, короче. Снимаем КПП. Пришлось потратить несколько гаек, чтобы открутить вот этот булк. Вот она наша коробка. Ремонтирована и коробка была контрактная, скорее всего. Будем снимать, отдавать бублик в ремонт, так как у нас по нему была ошибка. Мы подразобрали наш бывший мотор, так как нам надо отсюда снять форсунки, датчики детонации, косу проводов для мозгов, то есть термостат и некоторые вещи, которые надо поставить на этот мотор до рейса. Здесь тоже сняли уже косу. Сейчас потихонечку буду подготавливать. Вот видите, все болтики как новые. Мы первые, кто будет скрывать сейчас топливную планку. Сняли топливную рампу. И посмотрите, обратите внимание, какое здесь состояние форсунок. Они просто как новые. Там все как новые. Красота просто. Посмотрите, какое состояние термостата. Это старый двигатель. С вареную сгущенку его. Длиже. Это новый контрактный двигатель. Разница. Три дня позже. Мы приехали. И тут у нас уже получается задняя подвеска установлена. Термоэкраны. Кардан. Кардан, кстати, тоже поставили. Вообще пушка. Все такое красивое, намалеванное, такое черное. Как должно быть. Образ того показательно. Женя, давай ты подробнее расскажешь, что вы сделали. Заменили, поставили на место всю подвеску, собрали. Здесь вот каждая деталь, либо она идеально отреставрированная, либо новая. Все очищено, да. То, как должно выглядеть этот завод. Сейчас будем устанавливать, собирать переднюю подвеску, ставить двигатель, сращивать все на месте, ну и соответственно, чтобы она поехала. Потом после этого все остальные термозащиты и днище готово. То есть, после этого мы будем ее обливать как раз? Потом, после этого, да, будем заниматься кузовом снаружи. А что там по проблеме? Какая-то проблема с печкой? С печкой, да, на момент, ну, трубки, кондиционеры не встают, но это решаемое все. Мне нравится трогать, как будто я какой-то лайм трогаю. Мотор, на самом деле, как я и говорил, то, что он не тронутый, он внутри как новый. Все это не подвела твоя, да? Все это не подвела. Вскрыли термостат, там внутри все новое. Ну, а чуть-чуть позже, так как Ангелина приехала к нам на помощь, я думаю, сегодня снимем впустные коллектора и клапанные крышки, и я думаю, мы приятно удивимся состоянию внутреннему двигателю. Мы лицезреем то, каким движок был вот 15 лет назад, когда его только выпустили. Вот здесь вот новое. Сейчас сравнение. Охренеть, это имущие? Да. Какая-то очень неприятная смазка. Как ему сказал, это сгущенка вареная. Да, ну, я поняла, да, в разницу, в принципе. А там, вот как будто мы даже не пользовались. Это может быть настолько идеально? Да, конечно, ну, вот видишь же, пожалуйста. Болты, вот то, что я сейчас снимаю, ну, то, что я снял, пока тебя не было, да, здесь никто не трогал, то есть я первый, кто откручивал. Состояние форсунок, допустим, давайте вот сюда идите, смотрите. Вот форсунки, это те, которые стояли на этой BMW, то есть, ну, родные от того мотора, который сдох, скажем так. Их нам надо будет отдавать на ревизию, чтобы их все почистили, проверили, посмотрели, если надо, приправили. Вот форсунки, которые я снял с мотором. Они просто новые. Единственное минус, то, что они... Вау! А я уже хотела сказать, о чем мы их не поставим, просто почему, зачем они на ревизию эти? Потому что они дорест. А, дорест. То есть здесь у нас это более обновленная версия, но она более угашенная по своему состоянию. Это прям идеально. Соответственно, да, это прям вот. Я, как ученик, вернулся. Переодевайся. Фух! Погнали в работу. Что мы сейчас будем делать? Мы сейчас будем снимать впускные коллекторы. Для начала. Вот откручу первая гайка. Во! Давай в руку. Вот она вторая. Все. Переходи на ту сторону. Так вот. Одна. Вторая. Раз. Все. Оставляй. Упс. Вот это откручиваю следующий. Жене уже думает, нафиг я вообще не дала эти гайки откручивать. И все, снимаю потихонечку. Я когда там разбирал не одну, не уравил. Ну это ловкие руки у нас. Ладно, давай дальше вот это вот откручивай. Посмотри, вот здесь гайка. Там по диагонали еще одна. Я вижу ее. Да, найди, как ее открутить. С той стороны лучше. Сверху, сверху. Молодец, вы посмотрите, она нашла это. А многие люди очень долго думают, как это сделать. Так, и нужен магнит. Давай, чините, начините. Тихо, 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 стой. Не, 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 нет, она все еще там. Вот, стой, стой. Выше, выше, вот, отпускаю. Да, 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 все, все. Ура! Рыбалка. Мы вытащили ее. Да, вот просто вот так. Опа. Можно сказать, что состояние нового. Теперь, дальше откручивай гайки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Потом также семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Тут пока без потерь. Тихо, тихо, тихо. Так. Смотрим вот сюда. Даже нагара на клапанах нет. Вообще. Хоть в музей ставь. А мы сейчас его разбираем, чтобы поставить или убрать лишнее, что мы делаем? Чтобы поставить, нам надо будет поменять дачные детонации, потому что они другого образца. Дорест и рест, на разницу фишек. Здесь стоит дорестовая, нам нужно поставить рестовую? Да, нам надо сюда свои рестовые поставить. То есть нам надо мотор, грубо говоря, апгрейдить. Я чувствую себя таким профаном. Тоже раньше машина была, типа, ну, это что-то, что-то двигается, ну, вроде там, педали нужно крутить. А тут, оказывается, столько всего мелочи. Ну, ты буквально одну гайку не закрутишь, и все, там, может все полететь к чертям. О, какой запах такой. Сыр какой-то там, как будто адыгейский. Правильно, пахнет, как адыгейский сыр. Чего, очень даже прекрасно все выглядит. Вот, смотри, там, по QR-коду не хочется заплатить? Можем узнать, сколько этот мотор стоил 15 лет назад. Да, и все замечательно, никаких ни отложений, ничего нет. Чистота, масло все чисто. Говорит о том, что мотор замечательный. Для сравнения, чтобы понять, насколько этот двигатель ушатан, а насколько этот хорош, мы сейчас проверим, получается, распредвал у этой. Ужасное. У-у-о-о-о! Какая ужасная! Это все вот эта вот сгущенка, да, наша? Посмотрите, вот это от некачественного масла и от того, что его очень давно не меняли. Итак, рубрика Ангелина Микенник показала, что у нас мотор абсолютно хорошенький, не требующий никаких дополнительных вложений, только поменять, получается. Сюда датчики детонации, то, что можно поменять, то, что было, получается, дорестовое в этом моторе, нужно поменять на рестовое, чтобы он идеально подходил к нашей машине-перевозчика. Так что не переключаемся и смотрим дальше. Ну что, теперь мы переходим к процессу нанесения грунта. Я есть грудь, как говорится, и я это буду тоже делать своими руками, поэтому надеваем респиратор вот так вот. Надеваем отечеи. И погнали? А, нет, Тимур! Обезжириваем поверхность. Хорошо смачиваем. Опа! Честно, у меня вот в моих подписчиках много ребят, которые вот так вот стоят и сами вот так вот налюбливаются у машины. На самом деле это очень интересный феномен, когда ты занимаешься своей машиной, тратишь на ее, человека, часы своей драгоценной жизнью, и ты реально как будто вкладываешь в нее душу, потому что я, когда мыла гелик в 9 часов, мне потом так обидно было ставить его на улицу, после того, как он уже высох у нас на подземке. Дима поставил на улицу, и я такая, блин, у меня прям кровью сердце обливается, и вот сейчас я, допустим, делаю семерку с тюни руками. Я понимаю, что с каждым прикосновением этой прятки я ее все меньше и меньше хочу отдавать кому-то. Нет. Ты просто волк, вы видите, не торопитесь. Больше жмет, он начинает зрубить. При покраске не останавливайте никогда. Или отпускай и останавливайте, а то ты можешь по щеке сделать. Плюс-минус 20 сантиметров в дельфюро расстоянии. Окей. И не торопись. Ты будешь торопиться, просто будет. Или быстро, или медленно. И крась. Окей, ладно. Я поняла, я поняла. Я просто здесь. Она просто сделала во мне дырку. А почему это произошло? Слетел случай. Вот такие несчастные случаи на производстве происходят, а потом сдашла в вытрубку. Да, ничего страшного. Просто в рот у тебя. На самом деле это выглядит очень легко. Но, когда ты берешься за это своими руками, конечно, очень сложно выдержать золотую середину, не больше, не меньше нанести, без потехов. Либо так, чтобы наоборот не было нанесения слишком слабым. Вот эту золотую середину очень тяжело выдержать. Пока мы реставрируем нашу Бэху, время просто нещадно летит. И приближается финальная дата. 28 февраля, когда эта машина должна быть уже не то, что на ходу, она должна быть полностью собранной, окрашенной. И на своих четырех колесах колесить по всей Москве. И быть грозой. Грозой Москвы. Поэтому я очень жду этого момента. Я постаралась сделать так, чтобы этот момент приблизился своими вот этими ручками. Надеюсь, вам понравилось. Вы поставите лайк. И мы будем дальше приближаться на благо нашего бумера. Ladies and gentlemen, мы приехали смотреть на нашу семерку, стоящую уже на своих ногах. С новым сердечком. И сейчас... Допустим, я этого не слышала. И главная задача сейчас понять, заводится у нее мотор или нет. И то, что вы сейчас услышали, это еще не значит, что он заводится, потому что он может завестись и заглохнуть. Ну что, ты готов? Тук-тук! Можно к вам? Так, ну пока я ничего вообще... Это старый мотор. Новый мотор у нее... Опачки! Смотри, они ее отмыли. Мощный такой мотор. Я вижу. Помнишь, какие? Ты захотела с вами подкапот? Я очень хотела. А вы можете мне сделать на шестерке такую? Сразу видно, что этот алюминиевый вот движок весит, ну, блин, как 3-4 меня примерно. Такая красивая надпись BMW. И мы сюда будем заливать только самое отборное. Масло, но как-нибудь в другой раз. Ой, какие проводочки. Такая вся у нас цветник такой прям красивый. Смотри, как все шикарно у нас. Ну ладно, ребята, ладно. Она у нас не на колесах, конечно, но сразу видно, что вы что-то здесь делали. Это почти как синяя пленка на новом машине, но здесь тоже может быть. Аккуратнее получается. Эпиляцию сделаем и вот так вот. Опа! В принципе, она и без волос была. Да. Да. Ты слышишь, как это породисто звучит? Вот как будто она вот, это звук 90-х конца. Звук реального BMW. Ты только глянь на эти тормозные диски. Конечно, без суппортов еще, но они закиньи на пидорины. Они так крутые. Нет, это когда-то много. А, да? А, тогда еще. Смотри, как там приборка отдельная лежит такая, праздника, прямощенная такая. Подвеска уже приобретает какой-то более... Живит! Да что ж такое? Ну, теперь все шумоизоляционные экраны. Глянь, смотри, сейчас видно там пропилер BMW. Как это красиво. Ты видишь, как это джусно? Вот кто-то такое делал, скажи, никто такого не делал бы. Ну, в плане из Голи. О, май год. Не, ну, не буду больше сейчас двигать, где я кататься. Я должна сначала ее обкатать. Проси обкатку, чтобы вам, подписчикам, досталась машина, которая уже обкатанная. Это прям, знаешь, хочется трогаться. Вот как будто ты купил у нее с салона. Но это другие ощущения, потому что ты понимаешь, сколько ты вложил души в нее. И как ты долго ее ждал. Это вот как если бы каждая машина делалась не с конвейера спускалась, а именно мануфактурно, ручным трудом. Мне кажется, что обычно, когда ты берешь тачку, хочется всех посадить в салон. И типа, вот смотри, какая крутая машина. У этой тачки хочется найти ближайший подъемник, чтобы ее задрать и показывать. Смотрите, какое у меня днище. Посмотри на мое голое днище. Мотор действительно в хорошем состоянии. И судя по звуку, как бы там и компрессия достаточно. Ну, мы смотрели бы с тобой все репрессивно. Вроде на них тоже не пьет. Ну, он, видишь, гадкий утенок отмылся, стал красивым. Осталось, по-моему, внизу тут поддом, поддом коробки. Ну, то есть убрать течи, как бы, по мелочи. И все. Блин, ты только глянь на цвета, посмотри, какие чистейшие такие. Я считаю, что это круче, чем киберпанк. Как говорится, мы русские, мы не сдаемся. Ну, по отношению к БМВ это лучше всего. Короче, я очень рада. А может быть, еще раз? Ты хочешь еще раз? На колеса мы, в принципе, планируем завтра. Если все опять... То есть это хорошо поставить вместе с передними дисками? Тихо. Вот это пороги. Сейчас я прочитала это в гугле, но это с удовольствием за рулем. Ребята, спасибо большое, что наблюдаете за возрождением этой легенды. Не забудьте поставить лайк, оставить комментарий и вступить в ряды участников розыгрыша. Берегите себя и до новых встреч. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...